Дорогие читатели сайта iPhones.ru Буквально час назад к нам на обзор поступил вот такой аксессуар Называется iPad Camera Connection Kit Как вы наверное читали, это два переходника, которые вставляются в iPad Для того, чтобы сливать фото с внешних источников Либо с камер, либо с SD-карт Сейчас я его распакую Коробочка очень симпатичная, в стиле Apple Внутри лежит инструкция, гарантийный талон И вот такой пакетик с двумя переходниками Чем же они отличаются? Один из них предназначен для того, чтобы сливать фотографии с камеры А другой с SD-карт Ну собственно, этот пакетик нам больше не нужен, поэтому мы его выкидываем Коробочка, ну конечно она симпатичная, но она тоже не нужна Что представляет из себя инструкция? Она всего на двух страницах Все остальное это разные языки Итальянский, испанский, немецкий Здесь просто две картинки Как подсоединять эти переходники к нашему iPad Она нам нужна? Нет Ну и гарантийный талон Чего в этих переходниках ломаться? Здесь же нет движущихся частей Поэтому она нам тоже не нужна А вот эти штучки нам нужны Чтобы вы не запутались, если вы вдруг купите такие переходники То здесь есть маркировочки На одном переходнике нарисована камера На другом переходнике нарисована SD-карта Как всегда в стиле Apple Сверху такие вот пластиковые заглушки Я их тоже ни разу не использовал на других девайсах Поэтому они мне тоже не нужны Ну что, начнем тестить Давайте сначала потестируем Как iPad считывает фотографии с SD-камерой Я возьму вот такую свою простенькую мыльницу И достану из нее SD-карту Простенькая SD-карта Ultra 1 гигабайт И смотрим, куда ли нам вставить На правом переходнике как раз нарисовано изображение карты Вставляю Чпок Теперь подключаю это к iPad Я разблокирую свой iPad И вставлю в карту в dock connector Вернее в 30-пиновый разъем И должно все автоматически запуститься Вот рисуются превьюхи моих фотографий Которые были на этой карте Я отмечаю, что мне хочется И нажимаю импортировать Импортировать Меня спрашивают, импортировать все или только импортировать выбранные Кстати, хочу заметить Вот эта вот мыльница Она снимает видео в формате AVI И это видео тоже здесь отобразилось Я его выбрал Мне даже стало интересно Сможет ли iPad это видео воспроизвести Ну ладно, сейчас узнаем Жму импортировать Импортировать выбранные Дольше всех импортируется видео Все И меня спрашивают Хочу ли я удалить медиафайлы из подключенной камеры Я им говорю оставить Ибо они мне еще понадобятся Теперь я перехожу в фотографии Вот собственно то, что скачалось А вот само видео в формате AVI До этого я думал, что iPad понимает только MP4 Оказывается нет Он универсален Ну что, продолжаем тестить дальше С этим переходником нам все понятно И поэтому мы его убираем И достаем вот этот Он позволяет считывать фотографии прямо с камер Давайте для начала мы начнем с айфона Я беру шнурочек И подключаю А раз А другой конец я подключаю к айфону Айфон мы включаем Вставляем в iPad Автоматически запускается приложение фото И нам предлагают Импортировать то, что находится на моем Айфоне Находится здесь много чего Ну любой вот этот, например, скриншотик Из последней игры, в которую я играл Делаю Импортировать И сразу его удалю Собственно Оно С айфоном мы разобрались А теперь давайте попробуем импортировать фотографии с моего Кэнона Для этого нам надо поменять шнурок Потому что 30-пиновый кабель для Кэнона не подойдет Берем что-то более стандартное И вставляем в наш разъем Теперь берем Кэнон Да, он, конечно, весит поболее, чем айфон Но это того стоит Опа! Чуть не упал Сейчас я все это дело отодвину подальше Чтобы у меня было пространство для действий Вот так Запускаю на Кэноне режим просмотра И автоматически все считывается Фотографии там немерено Потому что я его, наверное, не чистил месяца три Ну, придется подождать Кто же знал Нет, смотрите-ка Да, довольно быстро Почти со скоростью сравнимо с айфото На моем макинтоше Ну, тут фотографии с какой-то выставки С какой-то выставки Ну, собственно, нам это все не интересно Нам интересен сам процесс Потому что у каждого фотографии свои Я отмечаю нужные фотографии И делаю импортировать Фотографии загружаются чуть побольше времени, чем с айфона Это понятно, потому что у Кэнона формат побольше И переходим Вот Все получилось Очень удобно И теперь эти фотографии можно просматривать на айпэде Используя его как фоторамку Сейчас я уберу все эти свои причиндалы Чтобы в кадре ничего не оставалось Ну и осталось ответить на последний вопрос Можно ли считать фотографии Обыкновенной флешки Давайте проведем эксперимент Вставляем флешку в переходник И эту парочку, в свою очередь Присоединяем к айпэду И ждем Смотрим, что сейчас получится Возникает надпись Присоединенный USB девайс не поддерживается Это значит, что с флешки считать фотографии нельзя Но сегодня вышел jailbreak айпэда И возможно в CD появится какое-то решение И я очень надеюсь, что через вот такой переходник Можно будет подключать айфон И использовать его в качестве внешней камеры Для общения в том же скайпе Очень надеюсь А что будет, покажет время Спасибо всем Субтитры сделал DimaTorzok